Это Давид Чаймы продолжаем. Выбросил котенка, щенка или взрослое домашнее животное на улицу плати. В России предлагают ужесточить ответственность за содержание четвероногих. С инициативой вышли депутаты Госдумы. Штрафы существенные. Вот только кто и как будет отслеживать нарушителей на подводных камнях новой инициативы, расскажет моя коллега Зоя Попцова. Зоя, ну расскажи подробнее о наказании. Новая инициатива депутатов Госдумы предполагает введение штрафов. И как считают юристы, это правильно. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Проблема действительно имеет место быть. Слишком легко наши сограждане во многих случаях относятся к судьбе своих питомцев. В целом, увеличение штрафов должно способствовать тому, что наши сограждане задумаются над тем, каким образом они к нашим меньшим братьям и относятся. Ну, хочется узнать конкретно, да, что грозит вот таким недобросовестным жителям нашей страны. Ну, во-первых, это штраф до 30 тысяч рублей. И если у человека нет возможности ухаживать за домашним питомцем, то он вправе либо отдать его другому владельцу, либо отдать в приют. А вот за жестокое обращение с домашними животными наказание в разы выше. Это уже до 100 тысяч рублей. Ну, насколько мне известно, за жестокое обращение с животными вообще грозит уголовная ответственность. Да, все верно, но только в том случае, если оно погибло или его покалечили. Но если питомца мучают или морят голодом, наказания вообще как такового не существует. Сегодня я успела пообщаться с кировчанами насчет нового законопроекта. Давай послушаем вообще, что они считают. Наказывать рублем надо. Если семья завела животное, то оно берет на себя в том числе ответственность. Обязательно в порядке. Почему? Потому что отношение человека такое к животным. Человеку так же будет относиться. Может быть, и можно где-то ужесточить. Лучше за таких приюта дать, чем выкинуть на улицу. Я согласен, что стоит наказывать тех, кто так обращается с животными. Но это, мне кажется, один из видов жестокого обращения. В ходе некоторые считают, что ничего особого нет тут. Если ты завел к себе живого существа, надо за ним ухаживать. Животные тоже люди. Им тоже надо где-то жить. Действительно, это вот миродействие. Если за этим будет контроль, если будут действительно следить, то да. При этом некоторые специалисты считают, что основная причина вот этого бесконечного пополнения армии четвероногих бродяг в России – это простота их приобретения. И сегодня у меня с одним кировским волонтером состоялась интересная беседа. Давай послушаем. Это абсолютно правильная инициатива, потому что во всех цивилизованных странах это давным-давно уже есть. То есть, если мы обратимся к опыту зарубежных стран, например, в Италии за выброшенное животное – это 10 тысяч евро сразу. В Германии 25 тысяч евро или даже срок. Люди не могут себе позволить выбросить животное с одной стороны, а с другой стороны они, естественно, более взвешенно относятся к тому, чтобы принять питомцев в семью. Кроме того, наказывать рублем предлагают и тех, кто жестоко обращается с животными в приютах, цирках и зоопарках. Но на этом предложения по штрафам не заканчиваются. Как считают в Госдуме, наказывать стоит и так называемых пляжных фотографов с питомцем на плече в виде обезьянки или попугая. Ведь, по сути, это издевательство над животными подытожили авторы инициативы. Вот с такими фотографиями все понятно. А насколько вообще реально найти людей, которые, там, не знаю, человека, который выкинул кошку или собаку на улицу? Ну, в этом случае это только обязательная регистрация домашних животных, это чипирование или маркировка. И только в этом случае штрафы начнут работать, считают в общественной палате России. А без этого найти реальных хозяевов нереально. Спасибо, Зоя. Ну а мы продолжаем.